Казалось бы, вывеска у выставки сельхозтехники не самая интригующая, но атмосфера здесь чем-то напоминает мировые автосалоны. Судя по внешнему виду, дизайн сейлок или комбайнов для производителя уже не на последнем месте. Данную машину, в принципе, по праву можно считать в сфере комбайнов Mercedes S-класса, так как все технологические новинки собраны в нем. То, что в кабинах зерноуборочных комбайнов может быть так же комфортно и технологично, как в Mercedes, убедился Александр Ткачев. Губернатору, приехавшему на выставку, сразу предложили посидеть за рулем. Главой региона интересуют не только комфортные условия работы, но и стоимость машин. Смогут ли аграрии приобрести такие комбайны и тракторы по удобной для них цене? Производители отвечают, стоят такие машины от 10 до 14 миллионов рублей. Цена пока не изменится, даже несмотря на колебания курсов валют. По такому пути пойдет немецкая компания Класс, давно известная на Кубани. В этом году на выставке она показала новый уборочный комбайн. Машина идеально подходит для климатических условий региона. У нее мощный двигатель и скорость, что позволяет убирать зерно быстро и качественно, а главное без потерь. Пока Класс выпустил всего 5 таких уборочных комбайнов, к следующему сезону их будет уже 30. Компания Класс для нас предмет гордости. Мы действительно помним, что несколько лет назад мы ее убедили. И выбор был в Воронеже, Ростове, где угодно. Они пришли к нам и сегодня уже каждый год порядка 200-300 комбайнов производятся на Кубани. Наши аграрии с удовольствием приобретают. И в общем-то компания не подвела. Несмотря на то, что выставка техническая, разговоры все о тех же овощах, фруктах или зерне здесь не утихают. Ведь чтобы обеспечить регион конкурентоспособными продуктами и вытеснить импорт с прилавков магазинов, необходимо увеличить объемы сельхозпроизводства. И здесь без передовой техники не обойтись. Простые цифры. Если несколько лет назад нормальными при уборке зерна считались потери в 1,5%, то сейчас современные комбайны не превышают эту цифру в 0,3%. От этих машин действительно зависит продовольственная безопасность не только региона, но и страны. Поэтому чем современнее техника, тем выше урожай. А значит парк сельскохозяйственных машин нужно стараться обновлять каждый год, чтобы не терять в объемах. Об этом речь зашла уже на круглом столе, где губернатор с производителями, дилерами техники и аграриями обсудили основные перспективы отрасли. За 5 лет край инвестировал, естественно, с помощью и бизнеса, и сельхозтоваропроизводителей порядка 30 миллиардов рублей. Это значительная сумма. Мы приобрели 2000 уборочных машин, 9000 тракторов, почвоперерабатывающие техники, пассивная техника порядка 5000. Можно сказать, на 80% заменен парк тракторный, сельхозмашин. Нам есть, над чем работать, у нас есть огромный потенциал впереди. Мы должны 15% минимум менять в год машин. И значит, работа здесь всем. И производителям, и дилерам, и, конечно, сельхозтоваропроизводителям. Программу по модернизации сельского хозяйства в крае продолжат до 2017 года. В бюджет уже вписали соответствующий пункт. Ставку делать будут на технику нового поколения. В разговоре сами фермеры признаются, поняли, насколько выгодно иметь в хозяйстве современные тракторы и комбайны, вместо того, чтобы чинить устаревший металлолом. Мы проанализировали, что доля именно технологической зависимости выращивания всех культур, она выше, чем погодных. Поэтому было принято решение и выставки, и было принято решение на территории Кубани обновить парк. Технологические все инновации дали возможность получить 71,4 центра с каждого гектара риса. И общий вал производства риса в крае составил 930 тысяч тонн. Проблема, которая заставляет нервничать, светуют производители, скачки курса доллара и евро. Большинство сельскохозяйственной техники, работающие на наших полях, собирают из импортных комплектующих, цены на которые идут в валюте. А это может привести к повышению стоимости машин, а значит увеличению сдержек для сельхозпроизводителей. Поэтому крупные европейские производства, собирающие технику на Кубани, привязывают на нее цены к отечественной валюте и наращивают сервисное обслуживание. Класс понимает те проблемы, которые сейчас есть с курсовой разницей. Сейчас зафиксировал цены в рублях на определенные позиции, которые есть на сегодняшний день, что однозначно должно облегчить в некотором смысле приобретение техники. Также работаем над разными программами для облегчения покупки. Это лизинговые программы в основном. В условиях санкции и нестабильности курса валют в ближайший год-два местная, особенно кубанская техника, точно будет востребована. Создаем технику, которая нацелена прежде всего на ресурсы и почвосбережения. Наша забота должна быть прежде всего о том, чтобы этот фон поддерживать хотя бы для будущих поколений. Те направления, которые мы выбираем, они правильные абсолютно, но и где-то мы все-таки впереди, я сказал, идем. Но если зарубежным маркам приходится придумывать схемы для того, чтобы не потерять рынок сбыта, то для отечественной техники сейчас наступают урожайные времена. То, что творится сегодня с долларом, с евро, заставит во многом наши заводы, наши предприятия, в общем-то, смотреть в сторону уже российские предприятия, раздавать свои заказы, объемы, естественно, претендуя на качество изготовления тех или иных блоков продукции. И это тоже, в общем-то, на мой взгляд, большая победа и серьезный шаг. У нас есть шанс прибавить и в количестве техники, и как принято говорить, и в качестве. А значит, можно укрепиться, значит, можно привлечь не только инвестиционную составляющую, но и с учетом инноваций, с учетом применения новых технологий. И делать российскую машину достаточно конкурентоспособную и, конечно, качественную. Внедрение новых технологий – это не только модное направление в сельском хозяйстве, а вполне экономически выгодный шаг. Современные машины не только позволяют собирать больше урожая, но и снижают издержки на ремонт, что, естественно, сказывается на себестоимости продукта. А это уже новый этап в аграрной политике Кубани, когда нужно собрать не только много, но и выгодно. Александр Иванченко, Ирина Касабова, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубан24, Краснодар.